Температура 37,5, кашель, одышка и потеря обоняния. Симптомы COVID-19 сходны со многими респираторными заболеваниями. О профилактике и мерах защиты говорили сегодня в Минздраве Чувашии. Несмотря на некоторые схожие симптомы, ОРВИ и COVID-19 генетически разные. Вирус гриппа развивается быстро и заявляет о себе через 2-3 дня после заражения. А коронавирусу требуется до 14 дней. Что может быть подозрительным? Первое – это повышение температуры 37,5 градусов и выше. Второе – это один из следующих симптомов. Насморк, боль в горле, мышечные боли. Но одним из более-менее специфичных признаков является нарушение обоняния, то есть нарушение ощущения запахов. При наличии этих симптомов, то есть, повторяюсь, температура, и одного из этих симптомов или других подозрительных, необычных для вас, конечно, необходимо вызвать врача-анатом. Этот коронавирус, он тропен к лимфоцитам и быстро вызывает снижение уровня лимфоцита в крови, быстрая дисквамация эпители, то есть оголение поверхности дыхательных путей, и после чего активируется вторичная бактериальная флора. Заразиться может каждый, но именно дети и люди старшего возраста с ослабленной иммунной системой в зоне риска тяжелого течения заболевания. Принято решение по возможности практически всех пациентов с подозрением на пневмонию проводить компьютерную томографию в первые же сутки для решения вопроса о дальнейшей тактике лечения. Голыми руками вирус не возьмешь. В арсенале медиков целый комплекс препаратов. В обычной аптеке их не найти. Прием строго под контролем врача. При этом вирусную пневмонию, основное и самое опасное осложнение коронавирусной инфекции, нельзя лечить антибиотиками. В случае развития пневмонии акцент делает на поддержании функций легких. В настоящее время мы руководствуемся временными клиническими рекомендациями по лечению новой коронавирусной инфекции. Эти препараты являются в определенной степени токсичными и требуется определенное наблюдение. Это и контроль кардиограммы, и ряд других методов исследования. Выделение вируса до месяца может быть. Поэтому у нас в Сонарх при подтвержденных случаях коронавирусной инфекции пациент выписывается после только двукратного отрицательного анализа на эту вирусную инфекцию. Людям с хроническими заболеваниями, пожилым, врачи настоятельно рекомендуют сейчас соблюдать режим самоизоляции и ни в коем случае не прерывать обычную лекарственную терапию. Нужные препараты врач может выписать на дому. С плановыми посещениями в поликлинику придется повременить. Доставить лекарства, продукты питания и другие необходимые вещи могут помочь волонтеры и соцработники. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика.